В Башкирии продолжается масштабное обновление автобусного парка Башавтотранса. 3 сентября государственный перевозчик получил еще 12 автобусов НИФАС, а 31 августа был поставлен своеобразный рекорд. Башавтотранс одновременно получил 180 автобусов среднего класса. Пополнение автопарка позволило связать столицу республики и райцентры региона. Задача по обеспечению с 1 сентября регулярным автобусным сообщением административных центров муниципальных образований с городом Уфой выполнена. Такая необходимость была обусловлена тем, что из 54 муниципальных образований только 40, это 74% имели регулярное автобусное сообщение со столицы республики. До конца осени в Башкирию поступят еще 109 автобусов, а всего в этом году на рейсы выйдут более 500 новых машин. На их закупку выделено 2 миллиарда рублей. В следующем году на эти цели направят еще 433 миллиона. Обновление подвижного состава положительно складывается на развитии перевозок, общественных перевозок в республике Башкортостан в целом. В частности, с 2012 года впервые фиксируется рост пассажирооборота транспортом общего пользования в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6%. Пока республика ждала новые автобусы, в Инорсе, самом криминальном районе Уфы, боролись с преступностью. Темные улицы микрорайона вышли с умерка. Там установили 639 светильников. От пагубных привычек молодежь будут отвлекать новые спортивные площадки. Если жители района все же решатся нарушить закон, то их ждет неотвратимое наказание. В районе установят 776 камер с распознаванием лиц. Пока новыми технологиями обрастает только Уфа. Но ради хабиров призывает глав района в Башкирии следить за нововведениями. К главам обращаюсь, да, муниципалитетов. Вот я бы на вашем месте вот это все дело записывал. Потому что вам предлагается схема того, как мы с вами вместе будем обеспечивать безопасность наших жителей. Я вас не прошу там выполнять функции, которые выполняют органы внутренних дел. Я вас прошу выполнять то, что мы должны. По данным РБК, за установку умных камер в Инорсе и на улице Ленина власти Башкирии заплатят до 134 миллионов рублей. Также на эти деньги на остановочных павильонах подключат электронные табло и панели для вызова экстренных служб. В рамках реализации дорожной карты предусмотрена установка 20 остановочных павильонов, которые будут оснащены бесплатной точкой Wi-Fi и розетками для зарядки мобильных устройств. Терминалом для видеовызова номеров 112, обзорной видеокамеры, а также системой оповещения АЧС и информационным табло. На данный момент в столице Башкирии действует лишь 6 умных остановок. До конца октября в Уфе установят 106 таких остановок по программе «Безопасные и качественные дороги». Андрей Шарыгин, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ.